Доброе утро, дорогие братья и сёстры! День благословенный! И я хочу вам сказать, всегда радуйтесь! Так поверил Господь Филиппинцам 4.4. А почему? Потому что мы Его народ. В своё время были греховны, в своё время нас никто не знал, в своё время мы даже боялись говорить то, что совершались даже себе в разуме. Но в это время Бог работал с нами, призвал нас, назвал своими, поставил печать, и мы должны радоваться. Мы не должны смотреть, что происходит в этом мире, потому что в этом мире, Господь, всё может и меняться. И Бог говорит, радуйтесь то, что не в видимом мире, а в невидимом мире. И мы, Господь, на самом деле, Твой народ, царственное священство, записанное в книге жизни, имеем печать на своём челе. И это самое главное, что может нас радовать, потому что Слово говорит, радуйтесь не о том, что вы здесь, на этой земле, а радуйтесь, что вы уже имеете обитель на небесах. Да будет имя Господа благословенно, и да будет Ему всегда прославлено имя, потому что мы Его народ. Славим Тебя, Господь, и благодарим. Очищай, освящай невесту свою, поднимай её, и веди её на те высоты, которые приготовил, чтобы свой вариант привести и сказать ей, войди в объятия, Господи, Дома своего, Милущая, любящая, чистая, святая, непорочная, глупица моя, да будет имя благословенно и прославлено, да будет оно всегда в наших сердцах произнесено с радостью, победом, прорывом и успехом. Слава Тебя, Господь! Славим Тебя и благодарим. И говорит, радуемся, потому что мы дети Его, народ, любящий и ищущий Его. Спасибо Тебе, Господь! Мы сейчас, Господь, также говорит, мы ждём Тебя, освящай, очищай, поднимай, работай с нами, и увлекай нас слове Своим, чтобы у нас были Твои откровения, победы, и в этом, Господь, мы преуспевали. Да будет Тебе вся слава и хвала. И мы говорим, все гряди, Господи, Маранафа, любим Тебя, Господь, и ждём. Во имя Иисуса. Аминь.